Не откладывай шею, переноси шею лепестки, да? Разве? 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 Так, вот насколько мы остановились на том, что обсуждали общие свойства амплитуд процессов и сечений процессов в зависимости от того, какими частицами происходит обмен в Т-канале. И установили такое свойство, что амплитуда, или матричный элемент процесса, переходы изначального в конечное состояние, матричный элемент, он ведет себя как С, Т, по-моему, в степени й. И вот это спин частицы Д-канале. Мы рассматриваем, да, все-таки надо сказать, что мы рассматриваем ассинтотику больших, так называемую рейкшерскую ассинтотику, что С, это энергетический вариант, немного больше. Вот он, конечно, положительный. Но, по-моему, передача инвестра Т, которая отрицательная. Ну и для простоты, чтобы там массы не таскать с собой, считаем, что это Т много больше, чем все квадраты масс. Иначе здесь, в вернем с Т, могут быть квадраты масс. Поэтому вот такую асинтетику рассматриваем. Вот такое вот поведение. Мы получали поведение, каким образом. Брали парциальное разложение в Т-канале. И потом продолжали. Поскольку у нас есть свойство процегуляторности, мы... Амплитуда представляется единой аналитической функцией во всех каналах. И мы вот из Т-канала тащили амплитуду в С-канал. И получали такое вот поведение амплитуды. Ну, правда, я еще раз могу сказать, что ежели мы используем... Как порциальное разложение, вообще подразумеваем бесконечный ряд. Сумму по ампалиному дешантры. Там бесконечная сумма вообще. И, конечно, это порциальное разложение, тащить из одного канала в другой, вовсе... Дело вовсе не простое. Потому что ряд-то он в одном... Для каких-то кинематических... В какой-то кинематической области ряд сходится, а в другой он начинает расходиться. Ну, ежели у нас есть только конечное число членов ряда. Скажем, ежели у нас в Т-канале только обмен определенной частицей. То есть, по существу только нескольких, но просто порциальных областей. Ну, тогда, проблема расходительности реагонит не существует. Спокойно можно тащить из одного канала в другой. Получаем вот такое вот поведение. Ну, это поведение... Вы должны понимать, что, конечно, это поведение можно получить и непосредственно с ферноватских геограмм, и очень просто. В общем, ничего в этом мудреного нет. Как это получить? Вот, скажем, у нас есть такая амплитуда, амплитуда какого-то процесса. Здесь не важно какие частицы. Вот у нас есть здесь обмен фотоном. Обмен фотоном в Т-канале. Это С-канал. С-это Т-с. Ну, вот в Т-канале есть обмен фотоном. И что тогда? Значит, в обмен вот здесь стоит фотонный пропакатор. И числитель фотонного пропакатора... Ну, мы можем использовать ч-импульскую калибру для простоты снять впечатлитель. У нас есть же именем, где эта вершина имеет индекс ню, а эта вершина имеет индекс ню. И пусть этот импульс P1, а этот импульс P2. Когда в такой кинематической области, когда большие С и Т, и они больше, чем массы, то мы можем считать, что P1 в квадрате, P2 в квадрате равен 0. То есть эти светоконусные импульсы лежат на световом конусе. Тогда Жеменю, если используя светоконусные импульсы, тогда Жеменю мы можем написать в таком виде. образе тренировки С, H2, х2, У, N,–2, N,2, N,2, N,D, S, GH, N,P, N,N, P1,N,G, N,N, U, N,Y, N,S, H2, N,M, N,H, N,AP, N,N, N,N,N,N, N,N,N, N,N,N,N, H2, NN,N,N,N,N, N,N,N,N,N,N, NN,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N, Терпендикулярные плоскости построены на векторах P1 и P2. То есть P1, умноженное на жемене терпендикулярное, равном уровне, и P2 на жемене терпендикулярное, тоже равном уровне. Значит, ну это легко проверить. Эти компоненты, если, скажем, направим импульс в систему, будем смотреть в систему центра инерции, ОСЗ направлен до импульса P1, ну понятно тогда, что С это 4Е в квадрате, а здесь видно, что здесь только нулевая компонента и третья. И всё. Нулевая компонента, естественно, получается единицей, потому что здесь 4Е в квадрате и здесь тоже 4Е в квадрате. И третья компонент получается минус единицы, потому что знаки импульсов пространственных противоположных по этим П1. Всё. Это, в общем, реально разложение, но очень полезное. Да. Грибовским называется разложение. Это же первые два. Я не знаю, Грибов. Использовал активно. Ну и вот. Я же использовал вот такое разложение. Что мы можем сказать? Что относительно вот ампликут, соответствующие этой диаграмме. Вот у нас есть диавершины. И в этой области, в области, вот в Речевской области, у нас этот импульс и этот импульс, этот импульс. Он направлен почти по этому импульсу. Так проходит импульс. А здесь проходит импульс в противоположном направлении. Здесь импульсы типа П1 в этой вершине. Здесь импульсы типа П2 в этой вершине. Когда умножаем, скажем, на... Как мы можем заработать С? Большой энергетический вариант. Только умножим П1 на П2, да? Для того, чтобы заработать С, нам нужно взять вот этот член П2, чтобы он пошел сюда, умножился на эту вершину, да? При этом получится одно С. Взять П1 и... П1 умножить на эту вершину, получится второе С, да? Все, получится С в квадрате. С этим С в квадрате получится С. Вот именно та амплитуда, то поведение С, которое написано. Остальное уже по размерности, да? Поскольку амплитуда безразмерна, степень С мы установили, то степень Т другой переменной в этой области нет просто. Кроме С, есть только две переменных. Поскольку массы все выбросили, есть только две переменных С и Т. Поэтому все, вот такое поведение амплитуды. Все. Понятно? Как просто? Ну, я думаю, что вы сообразите, что если здесь скалярная частица, да? Ну, нет никакого... Никак эта вершина с этой не соединяется, да? Никакого Н заработать нет возможности. Значит, С нулевой, значит, степень нулевая, да? А спиннерная частица что тогда? Здесь стоит пропагатор П со шляпой, плюс М, да? В числителе стоит П со шляпой, вот это вот К со шляпой, плюс М. Ну, вы понимаете, что этот числитель можно написать как сумма по... Ну вот, вообще-то, ну да, если эти частицы на массовой поверхности, то это есть... П плюс М, это есть сумма по поляризации У от П, У лянда. В курсе вдоль ланда от П, да? Это вот, известно, как П плюс М. Ну, если П не на массовой поверхности, да? То здесь, на самом деле, есть как... Это вот мы написали только электронные спиноры, да? Есть еще позитронные спиноры, но суть от этого не меняется. Всегда можно вот этот пропагатор, числитель пропагатора, расписать как сумма по поляризации, и, ну, то есть, факторизовать. И опять же, отнести одну, один спинор к верхней вершине, а один спинор к нижней вершине. Ну, и точно так же получить. А спинор у нас... спинор, это спинор, да? У него энергия остается. Эта энергия... Здесь, на самом деле, у нас стоит Ку сошляп. Передача импульса. Ку сошляп. Но я так напишу схематически, что это есть от Ку, да? Сам по себе он не несет энергетической переменной. Энергии никакой энергии. Это же он несет только передачу импульса, это не энергия. Но этот спинор, он обязательно встретит спинор в этой вершине, да? А спинор в этой вершине несет энергии, да? И нормировка его такая, что мы используем такую нормировку, что у нас корень. Пинор у, это есть корень из энергии. Вот отсюда, корень из энергии возникает там, в этом разложении. То есть, мы должны понимать, что это такое поведение, оно совершенно просто видно из диаграмма. Это не только какой-то, не какой-то там финт, который мы делали, используя парциальное разложение, переходя из корнала в канал, но это просто видно на диаграммах. Просто видно на диаграммах и очень просто. Да. 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 Получается, что для спинор будет расстояние на вторая. Да, на вторая, конечно. А здесь стоит жир, видите? Ну как? Жир для спинор, жир. Жир. На вторая. Да. Ну вот. На этом можно было и закончить рассмотрение упругих. Амплитуд упругих сечений. Но, все-таки, в бордовском приближении. Есть одна амплитуда, которая, есть один процесс, для которого, можно сказать, бордовское приближение не совпадает с перевеском. Ну, тут, правда, вопрос пневмологии, что называть бордовским приближением. Первым бордовским приближением. Первое неисчезающее мы будем называть. Первое неисчезающее приближение называем первым бордовским. И вот, для тех амплитуд, которые мы рассматривали раньше, это было древесное приближение. Что такое древесное приближение? Это приближение, такое приближение, в котором геограммы пневмологские имеют древесный характер. Их можно рассечь на две половины, разрезая только одну линию. Все геограммы такого типа. Это вот древесные геограммы. А процесс, какой процесс, гамма-гамма, гамма-гамма, да? Ну, пусть это К1 плюс К2 переходит в К1-3 плюс К2. Это импульсы фотонов. Этот процесс фотон-фотонного рассеяния, он в первом неисчезающем приближении, он уже не имеет. Диаграмма его не имеет бордовского вида. Уже в первом неисчезающем приближении, ну, потому что нет фотон-фотонного взаимодействия, фотон-фотонной вершины. Поэтому фотоном надо перейти в электрон-пазитронную пару, потом уже должно быть взаимодействие, да? Вот диаграммы имеют такой вид, да? Такой вид. Вот я нарисую одну из диаграмм. К1, К2, К1-3, К1-4, К2-3. Вот здесь такая диаграмма, конечно, да? Ну, а другая диаграмма получается перестановка лирии. Перестановка лирии. То есть, на самом деле, есть шесть диаграмм. Шесть диаграмм, да? Шесть диаграмм, которые можно рассчитать на две группы. Диаграмма одной группы получается из диаграммы другой группы. Замены направления вот этой вот линии. Вот есть такая диаграмма. Есть диаграмма, в которой вот эта вот стрелка в обратном направлении, да? То есть, есть диаграмма, когда электрон движется так, а есть диаграмма, в которой электрон движется так. И вот, ну, эти диаграммы, которые отличаются направлением стрелки на электронной линии, они дают одинаковые маточные элементы. Одинаковые маточные элементы, да? Они дают одинаковые маточные элементы в том случае, когда, ну, в данном случае, когда есть четное число фотонов. Для четкого числа фотонов они дают одинаковые вклады. Диаграммы, которые отличаются направлением линий, они дают одинаковые вклады. Если у нас число вершин пошло в четное, ну, а если число нечетное, то они дают противоположные вклады. И это легко понять. Это вот, вообще, утверждение носит название теорема фамилия. Есть такая диаграмма фамилия, да? И она, значит, оказывается. Мы просто рассмотрели выписывание биоалтематических элементов, там, вы можете показать. Но можно... Это и так понятно, потому что это понятное соображение цель-четности, да? Цель-четности. Что означает изменение направления стрелок? Это значит замена электрона на баситрон, да? То есть изменение знака заряда. Изменение знака заряда. Ну, а если у нас... Мы знаем, что фотоны имеют отрицательную цель-четность, отрицательную зарядную четность. Цель-четность фотона не нужна. Значит, если у нас есть четное число вершин фотонных, то тогда амплитуда, она, цель-четная. И она не должна меняться при изменении знака заряда. А при нечетном числе фотонных вершин, она меняется знак при изменении заряда на знак заряда. Поэтому, значит, диаграмма имеет... Вкладывайте даже среди диаграммы или противоположный знак. В общем, это... Повторяю, что можно просто в лоб доказать, используя свойства матриц, гамма-матриц при зарядном сопряжении. Но проще это так понимать, как из общих соображений, из соображений как С и нуля, без теории. Вот так. Вот. Ну, в данном случае, значит, есть три, по существу надо рассматривать три диаграммы различных. И есть еще три, которые отличаются направлением стрелки, но они, получается, они, в общем, дают тот же вклад, и поэтому можно рассматривать только три вклада в матрице или нету, двое этих. Ну вот, можно и выписать все. Но, сами понимаете, здесь надо проводить интегрирование, да? И задача уже не так триллиантная, как то, что мы раньше делали. Задача вовсе не триллиантная. Вовсе не триллиантная. В общем, первые работы, которые до конца года были... Проверено было вычисление амплитуд. Они уже довольно-таки, я не знаю, где-то в шестидесятых годах приедет. И у них довольно сложная работа. Работа была первым вычислением. До отца проделана было четвертесом. Ну, и это считается классическими работами. Классические считаются. Мы, я повторяю, не будем. Нам достаточно установить общее, вот так, качественное поведение. Качественное поведение. Амплитуд и сечение этого процесса. Что значит качественное? Это значит, как такое энергетическое поведение, такое поведение при малых энергиях и при больших энергиях. Ну, ясно, что поведение при малых и больших энергиях, оно совершенно разное. Значит, совершенно разное. Начнем с малых энергий. Что мы можем сказать? Что мы можем сказать относительно амплитуды этого процесса? Поведение энергетической поведения, да и угловое расследование. Поведение амплитуды при малых энергиях, оно определяется калибровочными вариантами. Мы знаем, что, значит, у нас вот этот матерский элемент, он содержит E, ну для каждого патона входит вектор поляризации, да? Вектор поляризации. А для каждого патона входит вектор поляризации и амплитуда калибровочными вариантами. То есть, что она зануляется при заменении E на кальню в соответствии. Вот что такое калибровочные варианты. Это вот зануляется при заменении. А как этого можно? Это можно только тогда, когда амплитуда содержит импульс, соответствующий импульс. По крайней мере, линейно содержит соответствующий импульс. Соответствующий импульс. Ну или как? Можно так еще сказать. Можно так сказать, что на самом деле, амплитуда должна зависеть не от вектор потенциала. Что мы знаем? Какую калибровочную инвариантную величину для патона мы знаем. Вектор поляризации не калибровочными вариантами, да? А калибровочными вариантами является напряженность, да? А напряженность как меню. Как меню являются калибровочные варианты. Доктор Александрович, отоградовец. Не поздавать, а меня. Да, сказал кто-то, отолзавший на поезд. Да, ну ладно. Значит, а в меню, как мы знаем, содержит импульс, да? Значит, от каждого фотона должен содержаться импульс. Импульс содержать в матросном элементе. Содержаться импульсом. А всего фотонов, значит, всего фотонов четыре, да? Четвертая степень импульса должна быть, да? Четвертая степень импульса должна быть. Или в матросном элементе, в матросном элементе. Да. Ну а четвертая степень импульса с матричным элементом. И это значит, можно так сказать, что матричный элемент... Ну, вообще-то говоря, можно рассматривать... Ну, так, можно так сказать, что матричный элемент может быть пропорционально s в квадрате. Четвертая... Если мы возьмем себе энергетические довряды, то мы рассматриваем сейчас случай, s немного меньше, чем m в квадрате. m в квадрате. s немного меньше, чем m в квадрате. Почему мы рассматриваем только такой случай? Иначе наши аргументы были бы неправильны. Только в этом случае... Понимаете, когда у нас s больше, чем m в квадрате, при больших s, уже возможно быть где-то такое... m в квадрате или с, например, такие члены возможны, да? И поэтому наши вот аргументы о том, что алклепина должна быть пропорциональными импульсами, они уже не работают. А они работают только в этой области, в район с половиной. Когда вся зависимость от импульса потонной, только линейных. Только в честь мете или какой-то. Они не могут вознаграждаться. Только в этом случае наше рассуждение правильно. Так что энергетическое поведение какое-то? Матричное элементное. Матричное элементное. Матричное элементное. Матричное элементное. Ну, а... Ну, понятно, что опять же, если говорить о матричном лимите, то это все-таки амплитуда 2 в 2, и... С квадрата 2 в 4. Такое поведение. По размерности должно быть. Это вот М4И, ФИ. По динамитической величине стакан должна быть С квадрата на Ф4 в этой области. Ну, а снижение... Эрсизма... Я же не пишу про него, что ли. Оно должно быть... Пропоставально... Что мы делаем? Делем матричное элементное квадрате, да? И шты. И что? На что делим? На поток. А? На поток. На С, то есть делим, да? На С. Поток. Здесь будем ТС просто, да? Так что ТС будет... ТС будет делить на М8. Вот такое поведение. Ну, правда, это совсем качественно, да? На самом деле, здесь вот так написал, пренебрегая на самом деле. Ну, зависимость от углов-то вообще есть. Да? Зависимость от углов есть. Здесь я написал так. Ну, какой зависимость от углов? Ну, в принципе, она... Зависимость, она слабенькая углов. Она не может быть пикованной. Зависимость от углов слабенькая. Ей можно пренебречь. Но можно ее и восстановить, эту зависимость от углов. Да? Восстановить. А как восстановить? А восстановить из тех соображений, что вот у нас квадрат маточного элемента, во всяком случае, да? Он должен быть симметричен. Относительно... Ну, у нас есть кроссовый вариант, да? Мы можем другой канал рассматривать. То есть, если мы будем использовать переменные S, T и U, то квадрат маточного элемента симметричен. Это, на самом деле, даже и маточного элемента, если мы возьмем определенную поливизацию. Ну, ладно. Будем лучше говорить о квадрате маточного элемента. Он должен быть симметричен относительно к замене S на T или S на U или D на U. Это, в общем-то, полная симметрия. И, в общем-то, значит, должно здесь стоять, на самом деле, если здесь что-то против S квадрат плюс T квадрат плюс U квадрат квадрат делить на S. Вот такое вот поведение сечения должно быть. Ну, понятно, что это зависимость от уплачивания сладенько. Ее можно и пренебречь, да? Ну, можно ее все-таки и ухватить. Это то, как-то бросит инерранность. flour systems C++. ПОЭТМА я не пишу, что S++, это же квадрат. Так. 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 Это ещё что? Дима Свет, не ещё ласточка? А? Почему так познаваться приходите, Елизавета? Елизавета. Почему так познаваться? Нет, уж не изменил. Да. Ладно. Вот такой твой линейк. Видите, рост какой-лик? О, стремительный. А если по углам проинтегрированы, то конечно будет просто S в куте, да? После проинтегрирования по углам. Стремительный рост. Сечение. Так, если мы нарисуем сечение Сигма, а здесь S, то начинается с нуля, и вот так вот стремительно растёт. Но, понятно, что этот рост загибается. Где загибается? Ну, где-то на S, понятно, и в квадрат он загибается. Потому что, когда S становится больше чем, много больше на квадрат, да? То мы понимаем, что сечение-то падает, да? Сечение не падает только тогда, когда у нас есть фотоны. Только чистые фотонные деления в Т-канале. А здесь ни в каком из каналов, которых-то нет. Обязательно здесь вернём поэтому сечение падает с инергией, сечение при большей инергией. Приверс много больше м квадрата. Приверс много больше м квадрата. Сигма, это оно пропорционально с единицей на S. Ну, конечно, я не пишу степень альфа, я не пишу. Сами можете посчитать. Ну и вот свечение, значит, здесь загибается. Вот так вот оно видно. И со свистом падает. Вот этот максимум достигается в области S порядка м квадрат. Порядка м квадрат. Ну, точное значение я не помню. Значение пик. Порядка м квадрат. Может, 2 м квадрат. Может, 1,5. Не помню. Сечение самому количеству. Сечение можете оценить опять часами. Вот такое качественное поведение в течении гамма-гамма, гамма-гамма. Ну и на этом всё. Процессы 2х2 мы закончили. Надо переходить. Дальше идти к процессам более сложным. Процессам более высокого порядка. Но дальше идти. Просто так. Опять блок. Рассматривать процессы более сложные. Уже не 2х2, а 2х3, 2х4 и так далее. Рассматривать такие процессы глоб, сами понимаете, сложновато. Даже гамма-гамма-гамма приходится что-то там считать. Правда, сейчас 40 современных вычислительных мощностях. В общем, есть программы, которые сами рисуют диаграммы. Сами вычисляют матричные элементы и квадраты. Ну, мы же не с программами работаем, а мы работаем руками. Поэтому, значит, руками двигаться, переходить сложным процессом, без каких-либо приближённых методов, ну, очень тяжело. И поэтому важно, но не только для вычислений важно, а важно для понимания процесса. Для понимания того, какая кинематическая область для процесса важна. Какая область даёт наибольший вклад свечения. Вот для этого понимания важно иметь и уметь пользоваться приближёнными методами. Важны приближённые методы. Надо дать приближённые методы и уметь ей пользоваться. А что это за приближённые методы? Что это за приближённые методы? И на чём они основаны, вообще, приближённые методы? Вообще, все мы будем рассматривать приближённые методы. Это метод классических токов или мягкофотонное приближение. Приближение противолентных фотонов и приближение квазириальных электронов. Вот такие приближённые методы. Они возникли в квантовой электродинамике. И сейчас они обобщены и с успехом используются в квантовой хромодинамике. Вообще, не о ней в калибровочных теориях. В общем, основами этих методов... Основой, общей основой всех этих методов является... Является возможность факторизации сечений. Или возможность разделения матерского винина на кростскую часть и мягкую. На кростскую часть и мягкую. Вот эта возможность разделения связана с тем, что в процессе есть два разных пространственно-временных масштаба. То есть, какая-то часть... Есть жесткая стадия процесса, которая происходит на малых расстояниях. И есть мягкая часть, которая происходит на больших расстояниях. Для которой важны большие расстояния. Ну и понятно, что если мы рассматриваем вот эту вот мягкую часть, то мы можем считать, что для мягкой части... Для мягкой стадии, которая происходит... Для которой существуют большие расстояния. Мы можем пренебречь расстояния существенно не для жесткой стадии. То есть, считать, что жесткое стадие происходит в одной точке какой-то. Да? В точке. Шайпинг в точку. И поэтому амплитуда, вот эта вот, та часть амплитуды, тот множитель в амплитуде, который соответствует мягкой стадии, он выделится вот в качестве множителя. Вот так. Это такая вот идеология. Ну и это общая для всех приближенных методов идеология. Это возможность вот повторизации за счет того, что существуют в процессе разные пространства. Существуют в процессе разные пространственно-временные масштабы. А с чем вот эта вот разница в пространственно-временных масштабах связана? Это вот для разных приближений это разное. Когда мы говорим о мягкофотонном приближении, то это мягкофотонное приближение означает, что мы рассматриваем процессы с мягкими фотонами. Ну, ежели мягкие фотоны, это значит, частота их маленькая, нежели мы стремить ее будем к нулю, то соответствующие пространственно-временные масштабы стремятся к бесконечности. Они, значит, большие. И мы можем разделить, опять же, процесс на две стадии. Выглядит мягкую стадию отдельно, ее повторизируем. Вот так происходит. Вот это основа приближения. Ну и как она практически выглядит? Как получить ее из диаграмм? Как это приближение получить на диаграммах Фейнмана? Давайте посмотрим. Значит, простейший процесс рассмотрим. Какой это простейший процесс? Это вот у нас есть простейший процесс. Какой? Просеяние на внешнем поле, да? Просеяние на внешнем поле. Вот этот процесс без измечения. Абсолютно амплитуду этого процесса М0, да? М0. И М0. Это есть минус Е, который стоит в этой вершине, да? УСЬЕ ТОЛЬ от П штрих. Здесь П штрих. Здесь П. УСЬЕ П, П штрих. Танцер хляпает от Ку. А здесь стоит У от П. Да? А что такое А от Ку? Ну, я бы мог написать, что такое А от Ку. Это Фурье образ А. Ну да, Фурье образ А от Ку. А от Ку. А ноль. Есть только нулевая компонента. Если мы рассматриваем, скажем, растение на Глоновском центре, то это есть А ноль от Ку. Это есть интеграл. Д. Р. Нет, здесь нет типа Р. Здесь стоит минус Е делить на 4Пи. Это вот Кулоновское фолио. 4Пи появилось из-за того, что у нас система единицы. Пересает она. Да? И это есть, что такое? Минус Е делить на Ку в этом квадрате. Правильно? Наверное, правильно. Наверное, правильно. Вот, что такое а ноль от Ку. Ну, ладно. На самом деле, нам это не важно, какое а ноль от Ку. Вот так уж я выписал для того, чтобы еще раз вам напомнить, что это такое. Это вот матрица ноль без излучения. Теперь смотрим излучение. Тогда, конечно, есть две диаграммы. Вот такая диаграмма. Вот такая диаграмма. Есть КАМ. И такая диаграмма. Излучение, так сказать, начальным электроном с конечным электроном. Ну, давайте посмотрим на эту диаграмму, да? Что здесь нового по сравнению с этой диаграммой? Вот у нас эта вершина появилась, и этот пропагатор появился, да? Появилась вершина. Леонард, эта вершина, это есть, ну, множитель, минус и Е, конечно, да? Заряд, да? Заряд, да? Потом стоит здесь Е, сопряженная от К, мю, вектор поляризации потона. Стоит, естественно, да? А дальше стоит, значит, гамма-мю. Стоит в этой вершине, да? И стоит здесь П' со шляпой плюс К, со шляпой плюс С. Победит на два ПК, да? Два П' К, правильно? Ну, потому что здесь импульс, который течет по этой линии. П' плюс К, да? Динстинкт П' К излучается, остается здесь П' Вот. П' плюс К плюс С. А в немеце стоит П' плюс К в квадрате минус М квадрат. П' в квадрате сокращается. К квадрат на дубль, поэтому остается вот два П' К, да? Всё, больше ничего не стоит. Ну, здесь еще стоит у нас пус-черпой, вот В' правильно? Пус-черпой В' начинается. И дальше что-то стоит. Также стоит то же самое, что стояло в наточном элементе. Основного процесса, значит, процесса без излучения. Правда, здесь мы еще забыли. Что мы здесь забыли? А? Ну, множник соответствующих это решение мы написали. А множник, который соответствует пропагатору, что там? И про. И от пропагатора было, и от пропагатора было. Вот мы напишем И. От пропагатора, да. Вот. Дальше. Что? Какую операцию проделаем вот с этим пропагатором, с числителем пропагатора? Во-первых, мы говорим, мягко фотонное приближение, да? К маленькая. Импульс. Частота маленькая. К маленькая. Выбросилась. Будем смотреть только те члены, которые имеют сингулярность по К. Да? Вот он, есть сингулярность по К. Видите? Оно это стоит в жизненном знаменателе. А этот член выбрасывает. С этим членом как расправимся? Очень просто. Мы расправимся. Значит, давайте прокоммутируем вот с этим, с гамма-матрицей. Да? Воспользуемся тем, что... Ну, перетачившись сюда. Перетачившись. Воспользовавшись антикоммуникационными соотношениями. И подействуем, наверное, на спину. Да? Уравнением гирату. Уравнением гирату воспользуемся. П штрих со шляпой. У с чертой от П штрих на П штрих будет. У с чертой просто налево, да? Когда вы перетащили, то знак изменили, да? И это М, которое вы получили после перетаскивания и действия на спину сократится с этим моментом, да? И что останется? Останется здесь просто два П штрих мю, да? Делить на два П штрих К. Ну, двойку сократим. П штрих мю на П штрих К. Диаграмма. И с множителем вот... То есть мы получим, что... Ага. Вот эта диаграмма дает такой множитель. Ну, ту же самую, опять же, по сути, можно сделать с этой диаграммой, да? Отличие только в чем будет? Отличие будет в том, что знак будет другой. Так будет другой. Почему? Потому что здесь у нас стоит... Здесь стояло П штрих плюс К. А здесь стоит П минус К, да? И в знаменателе будет минус два ПК, да? И в результате у нас получится. Ответ, как он у нас получится? Он будет вот такой. Значит, как бы его написать? Минус и Е. Минус и Е. Да? Да, хорошо. Минус и Е. А здесь натяжу Е. Сотрисованная. Ню от К на ж ню от К на М0. Вот такой будет матрик Суилен. Это матрик Суилен с излучением одного фотона, где с ж ню от К, ж ню от К вот чему будет равно. но это будет равно П-штрих мю П-штрих мю на П-штрих мю минус П-мю на П-ш Вот такой вот материчный элемент с излучителя Талфатона То, что вот этот член мы получили, а этот член мы получили, честно А это член мы могли сразу написать из соображений калибровочной империальности Вот это выражение, видите, оно калибровочная империальности, правильно? Если умножить на К, то оно занулится Ну, что отличается хранение тока, естественно То есть мы получили вот такое выражение ДМ1 ДМ1 М1 Вот такой вот Вот так она фактуализация и произошла, да? Фактуализация, она и произошла А вот здесь И стоит И это вот пропустил я А вы? Почему вы? Павел Сергеевич, почему вы меня не продаете? Вот здесь Вот и я пропустил Вот стоит И Ну правда Сейчас, знаете, я Определение Определение Я мог бы это и вот туда потащить, да? И тогда Было бы совсем красиво Минусы на его множество Все единицы, правильно? А я его зачем-то вот сюда Потащил, да? На чем я его сюда потащил? Как вы думаете? Чтобы придать смысл вот этому женьонка Чтобы придать смысл вот этому женьонка А какой смысл этого женьонка? А смысл это как Смысл это фурье образ от тока Фурье образ от тока, да? Мы можем же написать женью Ежели Это фурье образ от настоящего тока А как? Ну а правда Правда Вы должны вот осознать Ну не от настоящего Мы же не знаем как настоящую траекторию Это мы не знаем как И вообще в квадро механики частицы Траектории не имеет, да? Но мы просто Значит переходим к классической механике И в классической механике Тогда у нас есть какая-то траектория частицы, да? И есть ток тогда, да? Ток частицы Вот частицы в процессе растения У нее какой-то ток Она ток какой-то создает И фурье образ от этого тока Вот этот Ну правда Фурье образ от Идеализированного тока В каком смысле идеализирован? Ну траектория вообще-то Сами понимаете Траектория Классическая траектория Она вообще-то сложная какая-то, да? Это какая-то Даже без излучения Классическая траектория какая-то В колонностном боре Какая это будет? Да? Парабарическая Парабарическая, да? Траектория, да? Ну кривая второго порядка Ну зачем нам такая сложная траектория? Вы же понимаете, что То, что мы ухватываем То, что мы ухватываем, да? Это К реальной траектории Малое отношение имеет Мы ухватываем только то, что Только полюсные члены бока, да? Да? Полюсные члены бока А полюсные члены бока Возникают только от От больших расстояний, да? Так что то, что происходит на На конечных масштабах Вообще не дает нам Вообще не важно для вот этого Придвижения Важна только асимптотика То есть Мы можем на самом деле Траекторию Представить Вот в какой форме В форме какого-то уголка Вот так Была начальная скорость Потом в момент времени Т Т равная нулю Не важно какой Произошло вот Такое Треское изменение Скорость и частица Пошла Таким образом Я повторяю Что реальная траектория Какая-то сложная Но В члены, которые Сингулярны бока Вот эта Конечная часть траектории Вообще не дает Скорость Не важна Здесь Скорость Плотность Потока Что это Есть Что это такое Это Есть Вмю Вмю От Т Которая зависит И нам Дельта Функцию От Р Минус От Р От Р От От Р От 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 Вот так. Это вот траектория в виде уголка. Это есть, значит, V трехмерная, а вливая компонент просто равна единице. Просто равна единице. Так. Ну и вот, если вычислим вот эту траекторию, вернее, интеграл возьмем, если возьмем интеграл, интеграл dR, а интеграл dR, это четырехмерный интеграл, d4x, d4x. Если степень fx на трехмерный, то мы получим наше же nk. Ну, я не знаю, сколько эффекция какого-то может быть. А давайте проследим. Например, ну давайте проследим. Например, вычислим, вычислим, значит, вычислим, вычислим. Что мы получим? Ну, ясно, что у нас интеграл разбивается на две части. Сначала от минус бесконечности до нуля, и потом от нуля до бесконечности. Ну, давай посмотрим от нуля до бесконечности, да, интеграл. Интеграл от нуля до бесконечности по времени. Что там у нас возьмем? После взятия интеграла, здесь у нас, правда, вот здесь нам плюсы и минусы. Это, конечно, сильно все, сильно все. Плюсы, да? Правильно. Правильно. Так, плюсы. Ладно. Вычислим интеграл от нуля до бесконечности по времени. Интеграл по пространству, возьмем в тектопункции, остальные интеграл от нуля до бесконечности. Здесь стоит E в степени I омега. Омега минус K на V' да? На T. Я подставил уже V' на T. Вот здесь в экспоненте стоит. И еще на V' правильно? V' в мю. Да? В' в мю. Ну и интеграл. Как мы будем брать интеграл? Ну понятно, что это будет интеграл, это будет E в единице или I омега минус K на V' да? И с каким знаком? С минусом будет знак, правильно? Понятно, потому что на бесконечности мы, конечно, как всегда выбрасываем метод интеграл. А в нуле знак минус, с минусом. Или I или дальше сюда получим плюс I, да? Вот. Вот. Мы можем теперь на епсила, на епсила, да? На N. Тогда здесь получим T штрихнул, T штрихнул, да? А здесь получим как раз... Что мы получим? Тагминус P штрихнул. Здесь мы получим как раз старый P штрихнул. Скоражем мы происклинившим, да? Да? Что мы получим? Вот. Ну можете еще сами в спокойной обстановке вычислить, ежели мне не верите. А можете поверить. Даляться более интересными пилами. Вот так вот. Какой смысл я повторяю? Смысл вот этого множества. Это есть несмотря на то, как пыльеобраз от тока. Пыльеобраз от тока, да? Вот. Это совершенно значит то, что мы получили классическое урожение по существу. Классическое урожение. Так. А теперь, как... Это для вартичного элемента. Для сечения, значит, что мы получим? Получим здесь Слигма сечение с излучением одного фотона. Будет равно. Чему оно будет равно? Оно будет равно, значит, сечением первого излучения, да? Верять. Верять на ветру, которая предназылает, как будто бы, вероятность излучения фотона. Вероятность излучения фотона. Хотя это, на самом деле, не совсем правильно. на самом деле, это вероятность излучения фотона в Борновском приближении как мы увидим, вероятность излучения одного фотона, это вообще нуль но вот в Борновском приближении, это не другое так вот, это ZWF, ZWF у нас равно будет, чему будет равно? E квадрат, да, но я напишу альфа альфа, ага ну ладно, 4P альфа, потом с 5 раз грамм 4P альфа, здесь, после суммирования популяризации что вы должны взять? умножить на E, в древнюю популяризацию, умножить на D возвести в квадрат и посуммировать популяризацию при суммировании популяризациях, как вы знаете, суммировать, можете, пожалуйста, да? можно пользоваться формой между собой сумму популяризации 9 на E в древнюю это равно, между суммью это когда мы суммируем по 4 поляризациям, да? включаем еще, кроме физических поляризаций, включаем нулевую и продольную, да? благодаря чему можно это делать? благодаря тому, что вот вектор поляризации у нас умножается на ток, который калибровочные варианты который замуляется при умножении на коню это мы можем еще и физические поляризации тоже рассматривать ну, часто удобно это ляльность, скажем, от нуля до трех а если мы будем суммировать поляльность от нуля, от единицы до двух, да? и ню далее подверженное ню то мы получим ну лучше уже писать не нюль и нюль а у них уже только и жи только пространство и поляризация, да? и это есть Дельта и жи Дельта и жи минус н и нжи где n это направление вдоль которой есть вот такая формула ну как угодно, здесь мы напишем так сумма, сумма курянда Е, сотревозная, μ на шею подказ по модулю квадратного и умножим еще что? на d кубка делить на омега ну на самом деле у нас было 2 омега, да? 2 омега и так фазов объем здесь 2 омега и 2 в кубе еще, да? значит, это что такое? 16π в кубе альфа значит на 4π вот в каком форме пишется альфа на 4π в квадрате вот в такой форме и пишется вероятность излучения Е, ну на Ж, ну вот так 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 хорошо и что же? значит у нас что мы еще можем сказать? суммировать, я говорю можно по-разному но значит еще что сказать? вот мы что полезно здесь сказать? мы получили вероятность вот эту вероятность излучения для простейшего процесса рассеяния одной частицы на внешнем поле ну понятно, что ток мы можем написать обобщить нашу вероятность так на происходном процессе с участием любого числа частиц да? любого числа частиц да? любого числа частиц честно нам общается при реальном образе да? Жен-миум 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 Жен-миоткарность он будет выглядеть таким образом, что это будет и альфа а здесь сумма по конечным частицам здесь стоит ПФ мюм ага мюм и здесь на ПФ к а здесь я напишу ЗФ это заряд мой когда напишу минусы заряд в долях электронного заряда долях электронного заряда да? и напишу минус а минус сумма по начальному состоянию ЗФИТ это заряд И это какая-то начальная частица с номером и ЗФИ заряд ПИ импульс ну а К это значит естественно импульс фотона вот такое выражение это общее выражение для тока то что мы раньше имели это у нас ЗФИТ была одна частица только здесь тоже одна частица но это реальное обобщение конечно которое очевидно из классической интерпретации нашей ну и понятно что оно удовлетворяет закону сохранения то есть у нас что если в таком сохранении если умножим на К то это значит станет единицей это станет единицей и получится после умножения на К получается минусы умножить на сумму зарядов конечных минус сумма зарядов начальных и в силу того сохранения заряда это есть но а может это из промежуточного электронного безусловно но оно если он излучается фотон из промежуточного то никакой сингулярности пока не будет не будет сингулярности мы ищем только сингулярные пока если значит ну скажем сложную диаграмму вы говорите мы возьмем такую диаграмму вот так вот да здесь чтобы пропагандировать сингулярность пока не будет это потому что эти импульсы сингулярность пока возникает только тогда когда излучение происходит происходит с частицы на массовой поверхности да когда П квадрат равно м квадрат тогда сокращается ну П квадрат минус М квадрат равно нулю а здесь п квадрат частица не на массовой поверхности и поэтому не возникает ну что соответствует значит физической интерпретации Сингулярность возникает только тогда, когда частица уходит на бесконечность А на бесконечность уходит только реальная частица Питуальная частица живет конечное время жизни, она не уходит на бесконечность Поэтому такой сингулярности нет Вот мы получаем такое выражение Далее Такое получаем выражение в общем случае А теперь мы можем обобщить на случай излучения не одного фотона, а нескольких фотонов Ну и как вы думаете обобщение? Как выглядит? Дсигма Дсигма Н Дсигма 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 Понятно, что если мягкий фотон, фотоны друг с другом не взаимодействуют Они мягкие, к тому же они мягкие, они излучаются независимо и не влияют на кинематику Поэтому вот такая вот футализация происходит И еще можно что сказать Вот сказать, что на самом деле вот эта вот формула, вот эта формула Додогулевая тк Это нишное ное, как ее можно по-другому переписать? Очень полезно переписать Д KE Это каким образом? Ну это, на самом деле, классическое выражение Классическое выражение Это есть Значит Какое же классическое выражение Это есть ДВВ ДВВ Классическая интенсивность излучения делённая на Ом. А выражение метоклассической интенсивности вы знаете. Что это такое? Выражение метоклассическое. Спектральная плотность. Знаете такое выражение? Ну, знаете, есть αD4 в квадрате, да? А здесь интеграл dt. Как же оно пишется-то? Ну, подскажите мне, пожалуйста, как же обычно оно пишется-то? dt. Ну, а что там? Да, ну а что там? Конечно, конечно. dt. Есть степень И, Ом. dt минус Кр, ой, Т, да? А здесь стоит, что стоит? Н, да? Векторное. На В. Вот Т. Векторное произведение, да? Это, по-моему, в квадрате. Вот так вот пишется. Ну, это что-то вроде поля на больших расстояниях, да? Векторное произведение на В, это поле на больших расстояниях. А это квадрат поля, это и есть интенсивность. Вот. Вот так пишется выражение для классической спектральной плотности. Так вот оно пишется, да. Ну, и нетрудно, конечно, получить, что одно выражение равно букву А. Да, еще, конечно, здесь нам было множество M2K, конечно, M2K немножко, M2K. Поскольку, если это дефициальная плотность, надо ее нажать на соответствующий фазовый объем. Ну, понятно, что эти выражения совпадают. Видно, что они совпадают, да? Это видно из того, если мы воспользуемся вот этим выражением, с одной стороны вот этого выражения. Можно осуществить как минус Gm, 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 вот так, на Gm сопряженная. Вот так можно описать, да? Если воспользуется правил физеновским правилом суммирования, да? А если воспользуется не физеновским правилом суммирования, а вот этим правилом, то что мы получим? Мы получим, вот что, получим G на, я буду опускать индекс G на G сопряженная, да? Минус Gn на G сопряженная на N. Правильно? Мы воспользуемся вот этим правилом суммирования, да? А это как можно написать? А это можно написать как G умножить вектор на N, да? И, скалярно, умножить на G сопряженная на N. Правильно? То же самое. Ну, а то, что здесь стоит, конечно, 1,10 после того, как мы у нас интеграл по T, ну, конечно, получим G. Вот это вектор на трубе N на G, да? Поэтому это, значит, одно и то же. Ну, естественно, это должно быть. Классические фотоны, мягкофотоны, мягкие фотоны, мягкие фотоны, это классический объект. Знаем, поскольку предельный предел Омега, мягкие фотоны, это мы Омега стремим к нулю, да? Ну, это в каком-то смысле можно считать, что Ах не стремим к нулю, да? Еще раз по отношению к потомкам. Потому что энергия фотона – это Ах на Омега, да? В этом смысле есть некая эквивалентность стремления Омега к нулю и Ах к нулю. Поэтому, естественно, мы получаем классические выражения. Классическое выражение. То есть и смысл вот этой вероятности, вероятность – это интенсивность делить на 2. В этом смысле, в том числе, 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 в Она бывает полезной. И, в принципе, ее легко посчитать, эту вероятность, то есть спектральную плотность, я же не говорю, что это вероятность излучения фотона, то в проинтегрированных углам это спектральная вероятность излучения. Как ее посчитать? Просто. Просто. Ее просто можно посчитать и полезно сделать, полезно еще и физическую интерпретацию результата дать. Вот. Посчитать можно просто, воспользуясь тем, что амм квадрат, амм квадрат ДО, ДО, амм квадрат ДО. Это есть физический вариант. Вы можете это просто проверить в явь, воспользовавшись преобразованием кодрица, что это есть физический вариант. Для безвластных частиц, конечно. Вот. И поэтому мы можем так написать, что это в спектральной плотности. Так. Где же мы это написали? Значит, где же мы это написали? Это нам уже не понадобится, я думаю. Давайте. Сотрем. И напишем, что вот здесь Д кубка. Это возьмем Омега квадрат ДО и Д Омега на Омега. и Д Омега. 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 Вот дименциальная по частоте. Реатность. Это есть альфа и ретерной пи квадратии. О, потом 4 пи квадратии. 4 пи квадратии. А здесь стоит интеграл от аморка квадрата ДО, и здесь стоит вот эта вот сумма. Сумма помянта Е. Убереженная. Ну. Глянем так. Аморка квадрата, да? Ну и, значит, естественно, лучше считать это, поскольку мы уже хотим воспользоваться элитинскими вариантами, то, естественно, это считать, пользуясь фейнерским правилом суммирования. И это есть у нас, когда, что это такое? М квадрат минус М квадрат делить на К в квадрате. Вот для простейшего случая. Ну, он легко обобщается на произвольных случаях. Так что, минус М квадрат делить на К в квадрате. И плюс 2П на штрик делить на КП на К в квадрате. Ну, в общем случае, у нас что будет? Либо члены такого типа, либо члены такого типа. Всё, других типов не будет. Вот что нам нужно, значит, посчитать. Ну, вот с самого начала обращаю ваше внимание на то, что использование фейнерского правила суммирования, оно совершенно физику замутняет. Совершенно. Потому что что же получается? Ну, поскольку это квадрат, матричный, это идёт откуда? Квадрат матричного, у нас матричный объект разделился на излучение начальной частицы и конечной частицы. Это квадрат идёт от квадрата излучения начальной частицы, это от квадрата излучения конечной частицы. Это интерференция. Но квадраты получились отрицательными. Да? То есть от чего? Ну, за счёт того, что мы добавим не физически потомки. И по отдельности излучения начальной конечной частицы не калибровочный вариант. Ну, поэтому вот такая вот произошла. Произошло такое безобразие. Что главный это член, вот, ну, конечно, главный это член, да? Главный член, дефекционный член, да? Но мыслимо такое дело в физике. Немыслимо. А вот в теории я просила. Из-за того, что вот такая калибровка. Такое правило суммирования. Из-за того, что включили лишние патроны, которые сокращаются только в сумме вкладок. А в отдельности они вот в такой безобразие стополения. Ну вот. Ну, где-то. Говори. Это реликвидский вариант. Значит, интегрировать можно в любой системе, да? В любой системе. Ну и, конечно, каждый член в своей системе удобно интегрировать, да? Пятый член в какой системе? В системе, где частица Т покоится, да? Да. Ну тогда, значит, давайте я 4П выделю, да? А разделю здесь на 4П. Тогда здесь будет занято на 3 просто, да? Ну тогда, и вот это вот выражение. Давайте я буду смотреть, что это анутас. Ну понятно, что здесь просто N в квадрата А. Омикок квадрата, единиц на Омикок квадрат здесь. Эээ, нет. Ладно. Омикок квадрата сохранится в сотниках квадратов, да? Где N в квадратсе с 1 в квадрат, получим минус единица от первого члена, да? Минус единица от второго члена. Правильно. Правильно? Правильно? А вот этот шел уже посложней Его надо Сидиос интегрировать Ну конечно удобно Надо выбрать удобную систему А какая удобная система? Ну где какой-нибудь из импульсов Какая-нибудь из частиц покоится Тогда Ну скажем, выберем Систему где P' покоится Тогда у нас будет 2 ε На m На m в числителе В знаменателе будет Омега квадрат конечно сократится Тем Омега квадрат А здесь будет Не буду я его писать Здесь будет m m сократится Вот это m сократится А это будет ε Минус b На cos δ Ну вот только Одна зависимость от угла и будет Правильно? Интегрировать надо будет По d φ И по cos δ И по cos δ И по cos δ Поскольку минус d4 То эта двойка сократится Правильно? И по cos δ И по cos δ x 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 It's x t x x x x x x x x x Ну, теперь надо проверить, что ответ — наш noise Как это проверить? Ну, проверить надо, разложившись при P, стремящемся к нулю. Тогда здесь будет 2P, этот член дать двойку, этот — сократимся. Ну, естественно, потому что, когда P мы стремим к нулю, то это у нас и полное излучение, оно должно быть пропорционально в квадрате скорости. Всё. То есть, нулевые члены по скоростям должны сокращаться. То есть, правильно это. Ну вот, поставим ε и P сюда, и ещё, нежели выросли, введём переменную такую, такую переменную. Какую бы переменную ввести? Х или х квадрат? Как бы мы её обозначили? Как бы мы её обозначили? Что бы лучше сделать? Какую бы переменную ввести? Вот, х квадрат. Х квадрат ведём. Переменную х квадрат равно минус T. Иди дальше. Вот это самая комплиментная, да? Одна из них. Значит, мы ем квадрат. T по определению, T по определению, это и P минус P' в квадрате. Вот. Если у меня вот такую переменную, то этот ответ переписывается в следующее время. Если вы хотите проверить, хотите верьте, хотите проверьте. Этот ответ переписывается в виде f2f от x. Это есть 2x квадрат плюс 1 делить на x квадрат и x квадрат плюс 1. И здесь логарифм x плюс квадрат из x квадрат плюс 1. И здесь логарифм x квадрат плюс 1. И здесь логарифм x квадрат плюс 1. А куда? А это делается. А это же вот это внутреннее, а это вот это истоник. Это только внутреннее будет? Это внутреннее, да. Вот так вот. Вот скобка будет скобка. Вот. Ну вот через эту фатыц вообще выражается андегририн. Это верно верно для излучения любыми частицами. Вот так. Что еще я могу сказать? Что еще я должен сказать? Какими свойствами надо найти f от x? Да, вот это полезно отменить. Значит, f от x. Оно. При x уменьшить к нулю. Оно, конечно, не уменьшить к нулю. Я говорю, что это отличает дипломности излучения f от x. Примерно равно. x квадрат с коэффициентом. С каким коэффициентом? 4 третий. x квадрат при x уменьшить 1. x квадрат с коэффициентом. И вот это вот. И третий. Значит, вы можете даже здесь в классике восстановить на самом деле. Вот так вот. Значит, f от x примерно 4 третий. x квадрат при малых иксах. И f от x при больших иксах. То есть, когда у нас есть ультрафиетская частица, да? x большое ультрафиетская частица излучается. Ну, тогда x большое это значит 2, 2. Логарифм 2x. И х это логарифм 4x квадрат. И x много больше единицы. Вот логарифм получается. Откуда логарифм набирается? Откуда же логарифм набирается? Вот говорят, вот, частица излучает в узкий конус вдоль направления своего движения. Вот такая фрация есть такая, такая, избитая, да? Ходовая. Ну, не совсем правильно. Что касается, вот, когда мы рассматриваем, это глиня в каком процессе, понимаете? Если частица рассеивается, да? То она там где излучает узкий конус вдоль направления движения. Но! Не за счет свойства излучения, а за счет свойства рассеяния. Потому что рассеяние пиковано вперед, да? Рассеяние пиковано вперед. А если, например, мы рассматриваем аннигиляцию, скажем, электрон-поэстронная пара аннигилирована, пошла в адроны. Как излучает электрон-поэстрон? В какие конуса? В узкий конус в своем направлении движения? В начале электрон-поэстрон они излучают, конечно, тоже. Ну как они излучают? Они, конечно, и в узкий конус излучают. Они излучают. Основное излучение идет в какие углы? Много больше единицы на гамма, и много меньше единицы. Вот в какие углы идет. Ну, это трудно назвать узким конусом, потому что, когда говорят узкий конус, то имеет вину единицы на гамма. Но здесь видите, что набирается, конечно, излучение не в угол единицы на гамма, не от угла единицы на гамма. А от угла много больше, чем единицы на гамма. И это почему-то естественно. Потому что, вот посмотрим на эту формулу, и не будет пользоваться Фейнманским правилом суммирования, а воспользуется нормальным. Физическим поляризациям. Что тогда мы можем сказать для Женю? Ну, Женю стоит Д на П, ну так, на П на К. Вот так вот. Член для излучения, скажем, начальной частицы. Ну и для конечной вот так же умеет. Теперь посмотрим, что у нас происходит, как выглядит вот эта величина на малых углах. Как она выглядит? На малых углах. Когда угол между П и К маленький. Угол между П и К маленький. Что мы можем сказать? Тогда мы знаем, что при поляризации приблигулярен К, правильно? Тогда это скалярное произведение. Ну понятно, что здесь есть только е- это вектор, да? Физическую поляризацию, е- это просто вектор. Е- это скалярное произведение, да? И если берем угол тета, берем угол тета-К, это угол между П и К, между уголом П и К. Так как знаменатель, что у нас стоит в знаменатель? Ну, стоит в знаменателе епсилон на В, а здесь стоит егеница минус В как епсилон на космус тета-К, да? На космус тета-К. Разложим космус вблизи нуля. Тогда получим единица минус В как епсилон. Что это такое? Это будет единица делить на два гамма в квадрате. Гамма это гамма фактор, да? И плюс тета-К в квадрате пополам. Да? Вот что стоит в знаменателе, да? А что стоит в числителе? А в числителе стоит величина, которая порядка тета-К. Вот это не величина, порядка эпсилона. Ну, эпсилон и при этом одно и то же. На тета-К. Вот в чём это скалярное произведение. Понятно, что он занувляется, когда тета-К равна нулю, тогда, значит, е перпендикулярно п, да? Ну, загубление это первый порядок. Ну, вот тета-К стоит жильём в числителе. Жильём в числителе. И это вследствие сохранения спиральности. Вот так. Вот что такое у нас. Что у нас? Значит, угловое распределение, получается, оно имеет вид тета-К в квадрате делить на единицы на гамма в квадрате плюс тета-К в квадрате всё в квадрате. Ну, чтобы так упростить, можно одно тета-К в квадрате сократить со знаменизателем по порядку выращивания. Вот что у нас получается, да? И надо интегрировать первое интегрирование тета-К до тета-К. Прямо. Для косинуса. Для косинуса тета-К это всё равно что тета-К до тета-К. Вот так надо интегрировать, да? Мы видим, что когда тета-К меньше, чем единицы на гамма, то этот вклад маленький. Он забивается вот этим квазовым объёмом. Ну, это вклад выбираем, это выбираем, убираем и интегрируем. Если тета-К меньше, чем единицы на гамма, то интеграл меньше единицы. Правильно? А начинает набираться интеграл. А тета-К уже, когда тета-К становится больше, чем единицы на гамма, тогда мы это можем выбросить. И интеграл, ну, у нас он гарифмический. Тета-К на тета-К. Вот гарифмический интеграл. Набирается большой интеграл. И, значит, интеграл набирается от области, когда, ну, вот интеграл, вот так я напишу, это из вклада лиф тета-К максимальный. Ну, я же вы интегрировал, до какого-то тета-К максимального больше, чем единицы на гамма, вот это, потом, не такой, а гамма квадрат, гамма квадрат, тета-К максимальная гамма, не тета-К максимальная квадрат. Вот такое вот, вот такое вот, вот гарифмический. Вот это, вот это, гамма максимальная, порядка единицы, то это гамма квадрат. То, что мы тут здесь вот получили, правильно? То, что вы здесь получили, если вы здесь получили, вы говорите, ку в квадрате, да? Здесь мы получили, вот логарифм 4х квадрата. Это логарифм квадрата гередачей импульса. Если у нас растение идет на большие углы, да? То квадрат гередачей импульса – квадрат энергии, правильно? И мы получим логарифм квадрата. А если растение идет не на большие углы, а на маленькие углы, то интеграл, логарифм квадрата, Засчет чего он подрезается? Он подрезается за счет интегреренции. Потому что вклад, вот излучение этого, понимаете, у нас стоит, на самом деле, вот что-нибудь стоит. В сумме стоит вот такое выражение. Е на П, делить на КП, мы здесь сказали, что это есть единица, делить на гамма в квадрате, плюс ТЭТАК в квадрате. Ну или даже так скажем. Здесь стоит ТЭТАК, а здесь это вот излучение начальной частицы. А здесь от первого читается ТЭТАК штрих делить на единицу на КП в квадрате, плюс ТЭТАК штрих в квадрате. Это угол излучения между фотоном и конечной частицей. Вот у нас есть излучение. Вот начальная частица, вот конечная частица, и вот фотон полетел. И ежели этот угол, вот этот угол излучения, а вот этот угол излучения по отношению к конечной частице, вот этот угол излучения по отношению к начальной частице. Если вот этот угол становится много больше, чем угол излучения, становится много больше, чем угол излучения, то нет разницы между углом излучения, когда у нас так картинка выглядит. Вот угол излучения, а вот угол излучения. Это угол излучения по отношению к конечной частице, это угол излучения по отношению к начальной частице. Когда эти угол излучения, эти углы велики по сравнению с углом излучения, то разницы между этим углом и этим углом нет, да? При ней уже джима вала. И происходит сокращение двух вкладок, да? Излучение с начальной частицы и излучение с конечной частицы. За счет интерференции, да? То есть вот сокращение. Вот, интерференция инструктивная, в силу, вот так вот, забираниями заряда. Вот так вот, и подрезается таким образом интеграторное излучение. Так, все понятно? Павел Сергеевич, а? Павел Сергеевич, непонятно? Граждане, если вам что-то непонятно, вы должны кричать, восмущаться. Ну, сколько раз вам говорите? Сидите, не завейте в своем мосновении. Так я все Владимир Владимирович учил, а? Слышали, нет? Ну, что такое? Эхе-хе-хе. Так, никак. Инервность какая-то, инервность, пальцы какие-то. Что это такое? Ай-яй-яй. Ну, ладно. Что же делать-то? Продолжим наши игры еще на одну пару или семинар предпочитать. А?